Музыка Шесть часов утра. Вахтовый посёлок в Восточной Сибири. Найти который на карте можно, зная только точные координаты. До ближайшего населённого пункта города Ленска в Якутии 150 километров. До аэропорта Талакан где-то 90. Оттуда на свою последнюю перед запуском газопровода вахту приехала очередная группа строителей. В рабочую поездку по объектам силы Сибири мы отправляемся совместно с Денисом Титовым, который вводит нас в курс того, как обстоят дела на одной из самых стратегически важных строек страны. Работа находится в завершающей стадии. То есть ведутся специализированные работы по благоустройству. То есть на 98% работы завершены. Технологическая часть выполнена 100%. В трубе находится на сегодня уже газ. То есть под давлением для выполнения пусконалочных работ. Денис Титов один из руководителей строительства силы Сибири. Его задача на этой вахте проверить готовность объектов к предстоящему запуску. Одни типовые, у других есть особенности. Первая точка – площадка, откуда запускают специальный поршень, который изнутри чистит и проверяет на повреждения трубу. То есть открывается затвор через загрузку. Тут еще у нас работы не закончены. Ставится кран специальный, то есть ставится поршень, загружается, затвор закрывается. И через трубу 500-ю подается давление, и поршень идет по внутренней полости. Посещать приходится по порядку все, даже самые отдаленные объекты. Задача на сегодня – проверка готовности кустовых площадок. С них непосредственно и добывают газ, затем отправляя на завод. Где в каком-то смысле занимаются его предпродажной подготовкой. Передвигаемся по технической дороге, которая идет вдоль всего газопровода. Естественно, на КамАЗе. На месторождении, наравне с могучими Уралами, это самый распространенный и надежный транспорт. Каждые 30 километров расположен крановый узел. Ну, либо, как в данном случае, кран, если труба пересекает какую-то, в данном случае, водную преграду. Экологические требования к проекту высокие. Все строительство ведется с учетом того, что природе должен быть нанесен минимальный ущерб. Если на пути трубы река, строители не меняют и не перекрывают русло, а вырывают глубокие шахты на несколько метров в землю. Экологические требования влияют и на то, как организована жизнь тех, кто здесь работает. За пределами вахтового поселка почти сразу же непроходимый сибирский лес. Трубу, которая тянется на тысячи километров в направлении китайской границы, увидеть невозможно. Вся магистральная инфраструктура находится под землей. Аналогичная ситуация с трубами, которые поставляют газ на завод. Всего на предприятие заходит 16 труб. От каждой тянется еще 4 нитки, а от них еще ответвление. Так забирают газ с кустовых площадок. Вся система работает в автоматическом режиме, формируя единую локальную сеть, если использовать компьютерную терминологию. По центру газовый завод. Основной объект проекта по освоению Чейндинского месторождения. Мы находимся здесь, в 73-й километр, это называется временный городок. Это все у нас Чейндинское нефтегазоконденсатное месторождение. Протяженность его с юга на север 152 километра. Мы как раз находимся на 73-м километре, в центре, в сердце, месторождение. А Китай в какой стране? Китай пойдет сюда. Силу Сибири, трубу, можно увидеть тоже только на заводе. Ее фактически собрали вручную, сваривая один шов за другим. Всего таких швов получилось несколько десятков тысяч. Уже готова ровно половина кустовых площадок. Этого достаточно для поставок, остальные будут запускаться по ходу выполнения контракта. Обращаем внимание на еще два объекта на карте, которые расположены севернее. Завод по подготовке газа и нефтяной завод. На месторождении вместе с газом добывают еще и нефть. Это первый подобный опыт для всей отрасли. Раньше нефтяные образования вблизи газовых предпочитали не трогать. Сейчас как раз самый пик, он на протяжении последних трех-четырех месяцев. Это порядка 10 тысяч человек и одновременно работают на всех площадках месторождения. Вместе с теми, кто трудит на площадках вдоль самой трубы, и вовсе 30 тысяч человек. Еще 4 тысячи единиц техники. В процессе строительства появится еще одно предприятие, которое делает силу Сибири как проект уникальным. В конце года в России откроется первый гелевый завод. На территории основного производства уже смонтирован каркас здания, внутри которого лабиринт и труп высотой с трехэтажный дом. Здесь из природного газа и будут выделять гелий. Первый год его будут закачивать под землю, как стратегический запас. Затем будут поставлять на Амурский газоперерабатывающий завод. Сейчас предприятие еще строится. Здание входных ниток, в этом месте концентрируется, то есть вся обработанный газ сюда заходит, в это здание, с кустов. Это первое здание, которое было начато строиться. Стоит напомнить, что решение о строительстве принималось в 2014 году, в период максимальной геополитической напряженности. Это сказалось на том, как комплектовалось предприятие. Инжиниринг, производство, поставка оборудования – всем занимались отечественные компании. За этой дверью в буквальном смысле сердце всего проекта. Огромный двигатель мощностью 25 мегаватт. Именно он раскручивает компрессор, который сжимает газ. Только после этого топливо попадает в трубу. В своем профессиональном лексиконе строители газопровода оперируют двумя терминами, говоря о сроках работ. Это нормативное и директивное, что в переводе с профессионального на бытовой означает, как принято и как было нужно стране. А нужно было быстро. Отчасти поэтому генподрядчик «Стройтранснефтегаз» порой выполнял не совсем профильные для себя виды работ, вроде строительства дорог. Из-за сжатых сроков и сложных климатических условий заходить на проект субподрядчики попросту отказывались. В итоге фраза «пятилетка за три года» здесь стала не лозунгом, а профессиональным ориентиром. Все это время главный враг строителей – была погода. Зимой – это мороз, летом – это труднодоступные болотистые места, поэтому работу мы ведем круглый год. Летние месяцы 2019-го выдались непростыми. Часть месторождения оказалась в зоне лесных пожаров. Строители вспоминают, был момент, когда несколько вахтовых поселков эвакуировали. Работу, несмотря на дым, не прекращали. 300 человек было брошено на организацию просек, вырубку леса и защиту инфраструктуры. Совершенно верно. Этим летом, к сожалению, дошли и до нас сюда пожары, но повлиять на строительство они не смогли. Люди были все как бы вне опасности. Так что строительство продолжается. Понять масштаб произведенных работ в абсолютных цифрах могут разве что профессионалы. Нам объясняют на примерах. Основа любой стройки – подготовка площадки, то есть копать, копать и еще раз копать. В итоге грунт отсыпали больше 5 миллионов тонн. Хватит на две пирамиды Хеопса. Металлоконструкций хватит на 6 эйфелевых башен. Их общий вес – 50 тысяч тонн. Появилась и своя дорожная сеть, которая протянулась на 150 километров. Это больше, чем весь МКАД. При таких объемах логистика проекта становится сложнее обычного. Ближайший железнодорожный узел располагается возле города Усть-Кут. Оттуда грузы доставляют только по Зимнику, вероятно, самому протяженному на всей территории России – 821 километр. Второй способ доставки по реке Лени. На берегу, возле поселка Пеледуй, был организован порт, через который и прошла большая часть всех строительных грузов. Но и этот способ непростой. Во-первых, в период навигации, особенно летом, река мелеет. Во-вторых, отсюда до места, где берет свое начало сила Сибири, примерно 200 километров по дороге. По сибирской дороге. Дорога от порта до КПП завода делится на два участка. Сначала 20 километров полнейшего бездорожья, который быстрее, чем за час не преодолеть. Дальше 150 километров уже качественного асфальтового покрытия. Обратный путь у нас занял в итоге около трех часов. С прицепа одной из фур опрокинулось с десяток бетонных плит, перегородивших дорогу. Долгих четыре года мы шли к этому моменту. И вот, наконец-то, газ уже для проведения пусконавадочных работ на установку комплексной подготовки газа подан. Идет заполнение газопровода силой Сибири, чтобы к первому декабря этого года подать газ в Китайскую Народную Республику. Это обеспечит Россию валютной выручкой почти в 400 миллиардов долларов и позволит без дополнительных затрат газифицировать регион. Запасов Чендинского месторождения хватит на 30 лет. Считается, что главные ресурсы России – это нефть и газ. Но, побывав там, где их добывают, понимаешь, что главный ресурс, а точнее, главная сила огромной страны – это люди.